Больше трех тысяч лет назад, когда евреи странствовали по пустыне после выхода из Египта от песочных бурь и дождя, они укрывались с помощью небольших веток, делали шалаши. К этим событиям восходит традиция праздновать Суккот, или, как его называют в России, праздник кущей. В этом году он отмечается целую неделю, начиная с 20 сентября. В это время все евреи обязуются есть на свежем воздухе, в так называемом шалаше – суке. Многие отказываются от электрических приборов. Это время евреи проводят в единении со своими близкими. Эта память о рабстве, для того, чтобы оценить свободу, мне лично кажется, это потрясающим праздником. Я здесь вижу очень серьезную аналогию с ежедневным праздником Шаббат. И опять там история идет о том, что помните, что рабами были вы в Египте, и помните, что шесть дней работай, седьмой день отдыхай, и дай субботу и отдых себе, семье своей, сыну своему, дочери своей, валу твоему, айслу твоему и рабу твоему. Еженедельное напоминание о рабстве, еженедельное напоминание о том, что вы рождены свободными и должны жить свободными. Суккот – это праздник единства. Целую неделю все представители еврейского общества, несмотря на социальное положение и возраст, проводят время вместе и благодарят Бога за все. Радости и веселью в Суккот уделяется особое внимание в Торе, почитаемой евреями части Библии. Еще одна традиция праздника – Вознесение Лулава, которое также символизирует единство. Составляется букет из четырех различных по характеристикам растений, каждая из них символизирует тот или иной типаж человека и показывает, что люди разные, но сильны, когда вместе. Каждый имеет свои особенности. У кого там есть все – и это, и это. У кого там нет ничего. У кого там есть или это, или это. Мы говорим, мы должны быть все вместе. Мы должны объединяться и понимать, что неважно кто и что, мы всегда дополняем друг друга. Каждый человек уникальный, каждый человек необходимый. Каждый человек может что-то делать, которое другой не может делать. И мы приходим в этот праздник и говорим, что мы должны все уметь любить друг друга, объединяться и дополнять друг друга. И вместе мы очень сильны. На седьмой день Суккота Хошана Раба принято обходить синагогу семь раз. А на следующий день в Шмине Ацерет приходит кульминация праздника. Тогда евреи зажигают свечи и выходят из шалашей. Мария Левина, Николай Епифанов, Григорий Плешаков. События.